всем привет на связи федор васильев и в этом видео я хочу вам показать достаточно интересное обновление компонента интернет-магазина jcasa компонент обновился до версии 1.5.0 стабильная версия и давайте сразу рассмотрим особенности то есть ключевые особенности нововведения новый плагин для данного компонента теперь компонент jcasa умеет продавать аудио и видео контент то есть это могут быть музыкальные файлы например вы музыкант создаете музыку вы можете сделать тот же самый товар с предпрослушиванием ваших музыкальных треков онлайн например в более плохом качестве и при покупке человек получает оригинальные аудиофайлы или видео начиная с версии jcasa 1.5.0 и библиотеки genetics framework 2.0 плагины jc images больше не поддерживается используйте вместо них аналогичные плагины jc media и первое что нужно сделать если вы еще не обновлены давайте с вами обновимся переходим в админку нашего сайта мы с вами переходим компоненты jcasa переходим здесь инструменты расширения я давно тоже здесь ничего не обновлял здесь сразу видно что нужно обновить мы можем обновить абсолютно все или обновиться здесь или кликать вот по этим вот иконочкам давайте джека темплей с ее маркет я сначала обновлю в порядке в очереди успешно файл обновлены и я начинаю обновлять все поголовно система то есть это первое что нам нужно сделать обновляю сам компонент убедимся в том что здесь у нас все нормально все горит зеленой галочкой все подсвечивается перехожу обратно в расширение и обновляю то что еще не обновил и так я все обновил убедитесь в том что вы обновили абсолютно все что вы используете на сайте то есть это плагины модули и нам необходимо удалить старые модули которые теперь не поддерживаются джека имиджес например вот вы видите вы здесь здесь даже нету галочки напротив все что вот это вот связано с этим мы должны удалить следующий это шаг у нас мы с вами переходим расширение менеджер расширений управления дальше мы кликаем с вами вот по этой кнопке сортировка выбор каталога мы с вами давайте отсортируем по джека имиджес вот здесь вот и здесь будут показываться все плагины с таким параметром то есть у меня вот только или вензу у вас может быть и другие плагины включены они нам больше здесь не понадобятся у нас уже есть аналоги данных плагинов которые должны хорошо работать с новой версии компонента джекаса и так я его выделяю и просто нажимаю на кнопку деинсталлировать окей удаление плагина выполнено успешно давайте очистим кэш еще мы с вами переходим к компоненты джекаса мы переходим с вами каталог далее мы кликаем с вами файлы здесь нам нужно создать папки для наших аудио и видео файлов да если мы конечно продам и то и другое правой кнопкой мыши мы можем кликнуть вот по этой папочке всплывающем окне мы нажимаем новая папка и как-то ее называем я назову папку для музыкальных файлов mp3 нажимаю enter далее я опять клику на корневую папку правой кнопкой мыши выбираю новая папка кликаю mpg 4 то есть эта папка для видео файлов но нам нужно не забыть включить эти файлы в допустимые в настройках мы с вами здесь же переходим внизу здесь настройки прокручиваем чуть ниже то есть на вкладке магазин файлы изображения максимальный размер я поставлю 100 мегабайт помните что здесь можно поставить 0 чтобы не было ограничений на объем загружаемых файлов то есть например видеофильм там полтора гигабайта весит чтобы загрузить но помните что есть еще ограничение у сервера вашего хостинга на объем загружаемого файла по моему 256 мегабайт на каждом хостинге по-разному если у вас какие-то проблемы загрузкой файлов большого размера обсудить это с техподдержка хостинга но 100 мегабайт у меня точно может загрузиться далее мы с вами вот здесь вот добавляем форматы которые нам нужны иначе система нас не пропустит к загрузке аудио и видео контента через запятую просто проставляем пишем запятую mp3 да но пробелов оставлять здесь нельзя запятая сразу идет расширение музыкального файла далее я ставлю запятую и расширение видео файл у меня будет mp4 нажимаем сохранить закрыть теперь нам нужно загрузить mp3 файлы конечно если будет там целая серия музыкальных файлов то вы можете в папке mp3 создать вложенные папки их по названиям все разбить чтобы вы просто не запутались не заблудились где у вас все эти куча музыкальных файлов сейчас я вам просто показываю как это все работает в mp3 я хочу закрутить им музыкальные файлы я просто выделяю эту папку и нажимаю здесь добавить файлы вы можете загрузить в один продукт как один так и несколько файлов например если продаете целый альбом можно просто выделить сразу все музыкальные треки то есть я тут специально подготовил нажимаю открыть сразу видим прикольный симпатичный плеер и нам нужно это все загрузить нажимаем на кнопку начать загрузку мы видим как идет процесс загрузки аудио файлов к нам в систему итак файлы загружены теперь я кликаю в mp4 сразу посмотрим как это будет все выглядеть со видео контентом нажимаем добавить файл выбираю специально заготовленный видеофайл в формате mp4 нажимаю открыть нажимаю загрузить видеофайл загружен чтобы наши цифровые товары отображались в продуктах на фронтальной части сайта магазина нам нужно установить новый плагин давайте перейдем с вами инструменты расширение вот здесь вот отсортируем с вами по плагинам нажмем на буковку чтобы быстрее найти наш плагин прокручиваем самый низ и вот здесь у нас новый абсолютно плагин который позволяет подключить компоненту джекаса простой медиаплеер нажимаем установить установка плагина успешно завершена находим его здесь в списке в самом конце кликаем по иконочке вилки посмотрим настройки включаем его настроек вы видите практически нет есть только дизайн три вида мы пока оставляем бейс по умолчанию сохранить закрыть в систему мы добавили цифровой контент давайте теперь посмотрим как добавлять его в товар мы переходим с вами компоненты джекаса продукты тут у меня есть тестовые товары зайду в какой-то тестовый товар переходим на вкладку медиа здесь нужно понимать что цифровой товар у вас демонстрационные ваши цифровые товары должны быть как в не очень хорошем качестве то есть чтобы можно было прослушать чтобы их как-то не могли скачать а то у вас будет все скачивать и за это никто не заплатит соответственно надо будет вам создать несколько памок как демо так и файлы в хорошем качестве на продажу соответственно на вкладке медиа мы вот здесь загружаем например аудио файлы для прослушивания в демо качестве а соответственно на вкладке детали файлы продукта здесь мы будем подставлять уже файлы именно которые человек получит оригинальные после оплаты соответственно для прослушивания медиа мы здесь нажимаем с вами добавить файл и подготовьте демо музыкальные файлы с плохим качеством я возьму те же самые просто для примера открыть они внизу вот здесь показались и нажимаем начать загрузку и так файлы загружены демо мы с вами переходим детали файлы продукта здесь мы как я уже говорил выбираем файлы на продажу соответственно здесь меня их уже видно если у вас их не будет видно можете просто набирать на клавиатуре название ваших файлов они должны будут тут отобразиться и все музыкальные файлы которые относятся к данному продукту к данному альбому мы просто можем вот таким образом добавить и вот здесь вот по крестику удалять их если вдруг это потребуется то есть вот здесь вот файлы конечно на продажу нажимаем сохранить закрыть теперь пройдем в другой товар здесь добавим видео файл перейдем в детали вот у меня 5.mp4 файл на продажу видео контент и перехожу в меди здесь нужно загрузить короткое например видео фрагмент презентация типа трейлера да к продаже видео контента добавить файл выбираю свой демо файл открыть начать загрузку видим вот здесь вот видео файл загрузился да здесь мы можем его просмотреть аудио файл мы можем прослушать нажимаем сохранить и закрыть теперь давайте пройдем на сайт и посмотрим перехожу значит свой товар аудио файлов вот здесь вот под постером мы видим плеер он работает проигрывается есть перемотка убавлять звук можно вот такие стрелочки есть переключение треков если в одном продукте несколько музыкальных файлов или вот просто можно кликать мышкой по музыкальным файлам и прослушивать треки то есть здесь у нас демонстрация да дальше мы с вами посмотрим видео файл вот мы видим здесь как бы постер если мы кликаем вы видите играет видео демо видео проигрывается можно делать даже на весь экран все работает теперь давайте посмотрим процесс покупки да то есть демо платеж конечно если вы этого еще не знаете как это делается тестовый платеж например я хочу купить этот видеофайл я нажимаю в корзину оформление заказа заполняю данные необходимые вперед выбираю способ доставки ну соответственно тут конечно все у меня не настроено это просто я вам показываю и нажимаю отправить заказ дальше мы как администраторы получаем уведомление на почту что есть новый заказ который нужно обработать переходим с вами в заказы платежи заказы видим новый заказ переходим в этот заказ нажимаем изменить человек например оплатил статус заказа мы выбираем успешно проведен нажимаем сохранить закрыть в свою очередь покупатель на сайте может нажать на кнопку обновить статус заказ успешно проведен ниже он прокрутит и увидит аудио файлы вот у меня были добавлены в корзину да и вот видеофайл то есть здесь он просто может кликнуть на кнопку и всплывает окно для скачивания оригинального видеофайла и также вот здесь вот mp3 файлы также можно просто скачать также обновился шаблон jsu market с обновлениями вы сможете ознакомиться на странице разработчика здесь тоже есть обновления я рассказал вам лишь ключевые нововведения также обновление jcas 1.5.0 все изменения и исправления ошибок изменения библиотеки все это вы можете прочитать и ознакомиться на сайте разработчика если вас заинтересовала система jcas и вы хотите построить на ней свой интернет-магазин то я могу предоставить вам скидку на покупку системы jcas за промокодом на скидку обращайтесь ко мне на почту почта будет в описании под этим видео на этом здесь все и до новых видео друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостинг вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция 3 месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45% а также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую и так если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите переходите и знакомьтесь